Я не отношусь ни к оппозиции, не поддерживаю какие-то там проб кремлевские веяния. Я в какой-то момент ушла в какую-то мещанскую жизнь и занялась воспитанием ребенка в силу физиологических моментов, но и в силу того, что я разуверилась в каких-то вещах. Оппозиции у нас в стране, на мой взгляд, нет. Есть разрозненные люди, есть просто приличные люди, которые периодически высказывают свое мнение, когда уже совсем беспредел и терпеть это невозможно. Есть люди, которые высказывают свое мнение за большие и маленькие деньги. Мне за мнение никто не платит. Есть еще люди, которым за мнение никто не платит. И независимо от того, какую позицию они поддерживают, они мне симпатичны в силу искренности их высказываний. У нас есть главный человек в стране Владимир Владимирович Путин, и все подчинено ему. Его боятся, его любят, ему пытаются услужить. Все остальное это просто какие-то или бесплатные энтузиасты, или проплаченные стратеги. У нас нету сейчас альтернативного ему героя в силу того, что в вертикали эта компания делала все, чтобы одних прикормить и привлечь в свой стан, а другим не дать возможность роста. Поэтому сейчас абсолютное безрыбье, абсолютное безразличие к тому, что происходит. И нужно, наверное, достаточно серьезный импульс для того, чтобы люди действительно как-то вновь поверили в то, что их гражданская активность может к чему-то привести. Так я думаю.